Юфа для Хадиджан. Вспоминаем движение. Отход. Игла на дне моря с переходом сюда. Игла на дне моря Хадиджан. Что это есть такое? По преданию Яну Чан в поединке на Чанзягу ранил и покалечил его от того, что ученику. И когда он разбежал в Пекин, где со временем начал преподавать в Хадиджан, он работал в хозяйстве, которое поставляло зелень для императорского двора. И однажды, когда он сидел на пороге, то к нему подошел человек Жангалова с желанием отомстить ему и нанести ему удар в пах. Яну Чан сидел и щипал травку, перебирал, а человек подошел якобы приветствовать его традиционным приветствием. На самом деле хотел ударить его якобы в пах, на что Яну Чан сделал раз и выкинул его. Если убрать в сторону легенды и посмотреть на то, как Хадиджан может быть использован в реальном бою, то одно из первых, что само просится на использовании, это защита от ударов в нижний уровень туловища. То есть, что мы делаем? Мы перекрываем среднюю линию, выбрасываем руку противника и его самого как бы за свою среднюю линию и оказываясь с внешней стороны его тела. Когда ему неудобно использовать другую руку и у него открыт бок. Это просто. Это ни в коем случае не такое движение, это именно вот такое протыкающее, как пальцами протыкающее пространство движение, которое перекрывает среднюю линию нашего и выводит противника в неудобное для него положение. Это основное содержание Хадиджана. Продолжение следует... Продолжение следует...